Корректор А.Кулакова Купите электрошок тогда и сделайте мобильную бригаду, откачивать тетенек, которых вы ушатали своим сайтом. Поступило письмо от еще одного человека, который создает сайт, который будет посвящен откатам в госзакупках. Человек де-факто может сделать рученьками сайт и навести порядок в целой отрасли. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, как это правильно прокомментировать. Мне сказали, надо обращаться к мистеру Инкогнито. Ну, так надо. Господин Инкогнито, могли бы вы объяснить, да? То есть, вот первый вопрос, собственно, нафига вы в маске? То есть, что там такого страшного, да? Ну и вообще, давайте, вот как бы вы начнете, а там дальше будем разбираться. То есть, чего это такое вообще? Я, ну, в двух словах, как я понял ситуацию. Вы сделали сайт, куда мы в претензиях, скажем так, к своим преподавателям. И если они вымогают у них деньги, да, то они могут их там торжественно, ну, я не знаю, там, застучать, блин. Да, то есть, застучал студент. Они, кстати, подписываются. Они свои фамилии пишут, что вот я такой-то, такой-то хочу застучать своего препода, что он такая сволочь, берет у меня деньги. Ну, как бы, начну с первого вашего вопроса, почему я в маске? Да, он, кстати, нафига это вообще? Ну, как бы, все спрашивают, зачем я скрываю свое имя, все такое. Ну, как бы, это, во-первых, личная безопасность. А что? Ну, так как это... Вы как все преподаватели... Вот сейчас, как бы, мне приходят некоторые даже звонки с угрозами от преподавателей, они не представляются, но говорят, ну, если вы не прикроете в ближайшее время свой сайт, мы вас найдем. А как они, в смысле, приходят звонки, если они, никто не знает, кто вы, они куда, в рельсу звонят, что ли? Нет, звонят на мой рабочий телефон, который стоит, ну, как бы... На сайте? На сайте, да. Плюс пишут на мою почту и выражают свои комментарии, иногда гневные. Ну, а вы что, хотели, чтобы они радовались, что ли, в смысле? Нет, вот поэтому я... Чтобы вам тортики носили. Вот поэтому я и маски, как бы, чтобы свою личную безопасность обеспечить, во-первых. А во-вторых, пока сохранять изюминку этого сайта, как бы, чтобы было... Свои образы пиар такой. Это, скорее всего, пиар-ход, да? Да, пиар-ход такой своеобразный. Ну, по большому счету, я не верю, что какая-то там преподавательница, да, там пойдет, в смысле, там, я не знаю. Ну, дело, видите, в том, что не только преподаватели в этом замешаны, но и немного выше, можно сказать. Те же деканы или еще вышестоящие органы. Ну, что, они киллера найдут, что ли? Ну, в смысле? Ну, все может быть. Как говорится, у нас сейчас в обществе такое понятие, нет человека, нет проблемы. А вообще, вот вы зачем этот сайт-то сделали? Ну, как бы, зачем сделал? Меня, во-первых, когда я сам был студентом, меня бесило вот это то отношение преподавателей, которые требовались тех даже студентов, которые хорошо разбирали свои темы. Они, как бы, валили их специально, лишь бы нажиться на их деньгах. И, как бы, занимаясь вымогательством. Ну, а что, все преподаватели такие? Ну, не все, но сейчас... Ну, де-факто, смотрите ведь сейчас, что может получиться, да? То есть, мы же знаем, мы все учились в институте, есть такие преподаватели, которые просто, ну, там, морщат студентов, как бы, по делу. То есть, они просто жестко требуют знания своего предмета. Как правило, таких преподавателей начинают любить уже после института и вспоминать. Во время, когда тебя этот препод имеет, там, во все, я не знаю, там, дыхательные, пихательные, то есть, конечно, ты не рад этому. А что могут сделать сейчас студенты? Вы понимаете, вы вообще сейчас чего наделали? Вы нам возвратили 30-е годы в системе образования. То есть, мы живем с вами в коммунальной квартире, я пошел раньше вас, извиняюсь, там, в туалет и делаю это все время, но я раньше встаю, понимаете? И вы все время возле этого сортира подпрыгиваете. Вы сделали мне замечание, я сказал, пошел в жопу, блин. Вот, вы что берете, делаете? Вы берете, заходите к себе на сайт и пишете, что этот неруш козел вымогает взятки у студентов. Ну, к примеру, я преподавателем работаю. Берете еще пяток своих кинтов, и я сижу сразу, моментально попадаю в допросную комнату. Вы понимаете? Смотри, как обрадовался Финпол. Он шиздец обрадовался. Вы не считаете, что вы сейчас наплодите вам по всей стране Павликов Морозовых, блин? Ну, как бы, ну, я ваш вопрос понял, и это, как бы, является самым задаваемым практически вопросом. Ну, надо полагать, что я не оригинал. Как вы, да, как вы будете бороться с такой клеветой, напустим? Конечно. Это вот... Да, вы же не проверяете эту информацию. Нет, мы, как бы, не проверяем. Если вы могли бы посмотреть, то у нас, как бы, сейчас нарабатывается система предварительной проверки. Что-то качество такого. Да, такого. Псенационального. Как бы, ну, с нами вообще на первом уровне мы проверяем это уже своими внутренними способами. Это наши, как бы, внутренние инсайдеры, я так называю их, находятся в определенных университетах. Ну, во многих университетах. То есть, у вас еще система осведомителей, да? Ну, как бы, да, внутренних... Обхохочется. Плюс с нами еще работает общественный фонд, который помогает нам. Какой свой? Подстукивает, да? Да. Арухак. Может, слышали, нет? В Алмате. Он все делает? Он, как бы, ну, по своим связям тоже, по каналам пробивает эту информацию. Ну, как бы, клевета это или нет, правда, неправда, если это подтвердится. Ну, как бы, видите, на сайте есть два вида списка, если вы заметили. Серый и черный, да. Серый и черный. Серый, как бы, мы там и упомянули, что в сером, возможно, это, ну, как бы, возможно, это и клевета, возможно, не клевета. А в черном уже более-менее подтвержденные данные. Как бы, Финпол, который, ну, с которым, ну, я разговаривал с представителями Финпола, они будут проверять только черный список тех преподавателей, которые попадут в черный. Как бы, серый они не трогают. Это вот, в серый попадают те, как вы говорите, которые в одно жало. А как бы с Финполом вообще вот зазнакомились? Зазнакомились как, ну, как бы, на съемках передачи я с ними побывал, на ток-шоу соседей. И, как бы, там, вообще общей темой была борьба с коррупцией. И были представители финансовой полиции. И, как бы, ведущие меня пригласили, чтобы я презентовал свой сайт, рассказал, что, как. И, ну, после этого они заинтересовались мной, подошли после записи передачи. Ну, напалали. Да. Предложили свою поддержку, сказали, что поддержим вас. Ну, так, а что вы тогда в маске за вам? Вау, он сам Финпол, в смысле, крышует, блин. Кто вас, кто вас там, блин, обидеть сможет? Ну, как бы, Финпол крышует, но министр пока против. Вот чем. Образование? Образование, да. Ну, а что он киллера, что ли, закажет? Ну, ну, против, ну и молодец. То есть, имеет право на свое особое мнение. Вы представляете, что вы сейчас сделали? Вот он сидел спокойно, там, занимался образованием в республике Казахстан. Теперь, каждый день я могу зайти на сайт и посмотреть, какой у него бардак творится в его ведомстве. Ну, как бы, в его ведомство так же и входит. Он что, радоваться теперь должен, что ли? Не, ну, в его ведомство так же входит. Ну, он мог бы, хотя бы, если не радоваться, то хотя бы сказать, да, мы разберемся с этим, как бы, ну, в таком плане. Так, разберемся-то, разберемся, каждый день напишут, что смотри, этот берет, этот берет, этот берет. Как бы, что он должен, да, следить за уровнем коррупции, вызов, он должен, как бы, пресекать такие. Ну, следить, вот, я не понимаю. Вот, понимаете, мне очень часто говорят, нужно бороться с коррупцией. Это правда. Нужно что-то с этим делать. Другой вопрос, вот вы, как, надполагать, вы уже много на эту тему думали, да, то есть, как с ней бороться, вот конкретно, что министр-то теперь должен делать, ну, как бы, по вашему разумению, потому что, ну, вы вот говорите, он должен как-то на это реагировать. Ну, вот он уже отреагировал, ему не нравится, нифига себе, что-то такое вообще, да, то есть, вот, первая, реакция не нравится, вторая, как реагировать? Ну, как бы, я не могу ему что-то советовать, как ему реагировать, ну, вообще, по-моему, личному мнению, нет, да, очень близкие люди уже с ним становитесь, понимаете, вы в маске ходите, вы, понимаете, то есть, как бы, вы его боитесь, очевидно, да, то есть, ну, как бы, то есть, что он может применить какой-то, вы очень близки с министром, я уверен, что он вас вспоминает, а вот у вас, смотрите, мне еще такой вот интересный вопрос, вот, надо полагать, вот, не считали, сколько у нас преподавателей в стране? Ну, вообще, такой статистики мы, как бы, не вели. Ну, вы, кстати, приколитесь, то есть, сколько потенциальных жертв вашего сайта, это же интересно, вы их посчитаете? Ну, хорошо, мы посмотрим, попробуем посчитать. Ну, я думаю, что вот в среде преподавателей, да, то есть, вот они не рады этому нифига, не потому что, что им сейчас будет тяжело, как бы, что-то там подрабатывать, да, какой-то кукле, да, там зарабатывать, ну, вот, это ладно, просто... Имидж. Да нет, имидж, это второе, а третье, у них и так-то было все нелегко, ну, в смысле, по моим ощущениям, они там очень много денег не зарабатывают, ну, вот, жизнь у них не шибко, как бы, развеселая, понимаете? А теперь, по малейшему доносу, да, я еще раз говорю, чтобы в вашу черную страничку перейти, нужно 10 злобных пользователей, вы же знаете, в интернете тролли есть обычные. Ну, да, знаю. Просто будут сидеть молодые пацаны и стебаться. Каждый день в школу звонят, там, я не знаю, раз в месяц в школу звонят, говорят, что там бомба. Чтобы прикончить какого-то препода, понимаете, надо просто написать 15 комментов, вы его прикончить, может, не прикончите, но то, что он на дыбе будет висеть какое-то время, железно. Так вот, я мысль заканчиваю, эти преподы, они же прекрасно понимают, чего вы сейчас наделали. Они шлют вам всяческие проклятия. Вот я думаю, они прям, блин, я тут урод, там, я не знаю, ну, что ли там говорят, я же не преподавал, то есть, ну, наверное, что, ничего хорошего. Вот. Как вообще, вот, здоровье физическое, моральное, духовное, ничего? Ну, как бы, пока ничего, не жалуюсь. От глаза там отпортят. Ваши сейчас иголки начнут вкусиком втыкать. Ну, там, как там, правильно? Да. Я не знаю, просто не очень вкусно. Ну, вообще, еще, как бы... Потому что, ладно, в бубен дадут, да, там, обмануты эти вкладчики. То есть, ну, бубен заживет. То есть, это, кстати, нормальная реакция. Потом, знаете, мне еще такой вопрос интересный, да, как бы, о чем? Ну, почему, вот, что в маске? То есть, вы понимаете, очень хорошая тема бороться с коррупцией. И классно было бы, если бы взяли, вскинули руку, да, и начали что-то делать. Ведь на сегодняшний день легко очень бороться с коррупцией в интернете. Для этого не надо, там, сайт делать, куда может каждый, да, там, кляузу какую-то написать. Вот, последний пример в Казгу, он же широко обсуждался. Просто ребята собрались и поменяли преподавателей. Собрали прессу. Пресса наша, она легко туда прибежит. Вы, вот, смотрите, вы не вылазите из программы. Понимаете? Вы просто скажите, вот он, блин, берет взятки. Конкретный, вот, конкретный человек. И по вашему примеру, по всей стране люди с открытым лицом начнут это делать. Вот классно же, если наша молодежь, она не бздливая, по моим ощущениям, вы попробуйте кому-то на улице сказать, что он там, мудак. Затем сразу, блин, ты даже не успеешь договорить. Что тут такого-то, я не могу понять. Ну, как бы это, первоначальный такой ход. Ну, вы тоже заметили, что это может быть и пиар-ход. Ну, вообще, в будущем, как бы, в ближайших планах есть, ну, как бы, раскрытие своей личности. И уже в открытом виде борьба с коррупцией. И, в частности. Вы понимаете, просто мне вот что страшно, да, что молодежь наша и другие члены нашего общества, они на вас глядячи начнут плодить вот эти вот сайты. Да, но они... То, что в сети люди анонимны, это нормально. Потому что это дает там определенную степень свободы и все такое. Но, когда мы говорим, я хочу, чтобы в этой стране что-то изменилось, а потом одевать на себя маску. Вы понимаете, вы ее-то планируете же все равно снять. Ну, планирую, да. И вот тут вот, ну, дай бог, чтобы все так подумали, что это был пиар-ход. А вы понимаете, а где-то, ну, мне кажется, можно в каком-то смысле репутацию себе подорвать. Я к чему веду, что, блин, было бы прикольно, если бы вы ее у нас сняли. Ну, как бы сейчас многие хотят, чтобы я у них снял маску. Ну, пока еще... Ну, у нас, вот понимаете, у нас же программа совсем другая. У нас вроде бы мало людей нас смотрит, но, как бы, зато у нас много того происходит, чего на каналах, в принципе, не бывает. На сайте вообще есть такая система, ну, как, может анонимно пользователь, если захочет, может открыто. Даже сейчас есть... Вы, главное, в смысле в маску, а вот эти пацаны впускают под молотки. Нет, можно и анонимно, если они хотят анонимно. Могут указать левые данные и регистрируются. А некоторые регистрируются под своими данными, под своими именными фамилиями, подписываясь и пишут жалобу. Ну, как бы, насчет этого, это уже выбор пользователей нашего сайта. Вы представляете, ну, вот, мне завтра придет повестка в налоговую, мне вызвал, сказать, дорогой Вячеслав Сергеевич, вот, смотрите, поступила информация, ну, вот, что вы, блин, факинг взяточный. Чего, как вы можете это прокомментировать? А я, ну, ладно, я-то там скажу, найду, что сказать. А представьте, эта женщина, 50 лет, которая всю жизнь жила честно-причестно, корячилась за эти 100 долларов, посвятила себя всю жизнь педагогике. Она с инфарктом, вы только что убили преподавателя. Вот представьте, она кончится, это смерть ночей будет совести. Ну, как бы... Ну, как бы. А как там с Богом вообще дела? То есть с налоговой договорились, то понятно, они за. Помните, Иуда, он вообще повесился. Ну, как бы, мы, в основном, нашей идеей является вот именно поддержка таких преподавателей. Например, мы хотим просто... Вы им это купите электрошок тогда и сделайте мобильную бригаду, откачивать тетенек, которых вы ушатали своим сайтом. Ну, во-первых, я еще раз повторю, что в черный список они по-любому попадут, только после, ну, предварительной хорошей проверки. И вот, как вы заметили, за целый месяц из 60-70 фамилий в черный список попали только двое. Это уже, ну, как бы... Не помер еще никто? Нет, пока еще никто не помер. Ну, такие слухи, что собирается на нас подавать суть, как бы, за такую... Но дело не в этом. Дело в том, чтобы большой резонанс вызвать, чтобы, вот вы говорили только что, зарплата маленькая учителей, ну, у преподавателей, и, ну, как бы, на таком уровне. И сейчас у нас, как бы, на форуме тоже такое обсуждение ведется, что, чтобы пресечь коррупцию в вузах, нужно, во-первых, поднимать зарплату. Ну, мы хотим, чтобы, вот даже сам министр сейчас на нас обратил внимание, чтобы они, как бы, уже более... Да уж он-то обратил, однозначно. Чтобы они более уже быстрее начали действовать. Вот они говорят, повысим стипендию сентября, повысим зарплату сентября. Ну, как бы... Студентам? Да, студентам. Ну, и зарплату преподавателям тоже, вот, господи. Чтобы не писали, да, писали поменьше. Вот. Как бы, чтобы они уже начали более активнее и разносторонне подходить к решению. Мы, как бы, предлагаем один метод такой, привлечения внимания к данной проблеме. С одной стороны, программа, вот этот ваш сайт, это правильно. То есть, знаете, в какой, как бы, ипостаси, что люди увидят, что можно сделать сайт за 500, там, баксов. Там, сколько вы потратили на изготовление сайта? Ну, я сам делал. Ну, по ощущениям, да, он, как бы, такой, как бы, совершенно простой, там, на простом, на джуле, да? Да, да, на джуле. То есть, любой человек, де-факто, может сделать рученьками сайт, вот, и навести порядок в целой отрасли. Хотелось бы ответить, вот, почему мы начали именно с образования? Почему именно с преподавателей? У нас еще большие планы, да? У нас еще большие планы, может быть, да. Вы в маске, это я всю жизнь, я чувствую, ходить будете. Все может быть. Ну, как бы, почему мы начали именно с преподавателей? Так как именно в школах, в вузах начинается, вот, первоначальное обучение. Как есть у казахов такая пословица, что увидишь в семье, то и, когда взлетишь из, ну, как бы, в мир, будешь то же самое делать. Если наши студенты будут видеть, как вот наглым образом требуют взятки, ну, как бы, не смотрят на настоящие знания, они, когда вырастут, тоже будут, ну, вот, как бы, у меня требовали, я тоже буду требовать. Как бы, обучался на гранте в свое время и тоже, как бы, с меня требовали. Но вы развели грант? Нет, ну, не развели, как бы, я своим умом поступил на грант. А вот, когда я защищал один экзамен, такая ситуация была, что хорошо, в принципе, ответил, комиссия согласилась на хорошую оценку. Ну, позже, когда, ну, мы, ну, как бы, вышли из зала экзаменационного, позже нам, двоим-троим студентам заявляют, что нет, мы вам ставим неуд, ну, платите или, ну, как бы, или мы вам поставим такую плохую оценку. Ну, в то время, как бы, у меня не было таких денег, и я, как бы, все своим трудом достигал. Нет, это нормально. Ну, и я хочу сказать, что таких студентов много, которые своим трудом отвечают на вопросы, на задания, экзамены, готовятся, и их вот так вот, таким образом, их стремление к учебе убивают, можно сказать. Нет. Вот почему именно стал таким быстро популярным этот сайт? Это, во-первых, потому что студентам уже надоело мириться с этим, с таким, как бы, с финским отношением преподавателей к тем же студентам, которые достойны хороших оценок. Я-то просто сейчас хочу показать эту проблему под несколькими углами. То, что процесс такой в обществе необходим, как бы, это однозначно. То, что студенты не должны, как бессловесные там люди, да, молча платить. Да, наверное, да. То, что, допустим, ваш поступок, он что-то изменит в лучшую сторону, он где-то разрушит вот этот стереотип, который сложился в системе. Наверное, да, потому что эти же студенты, они завтра придут на производство, на госслужбу, на фирмы. И они придут уже, получается, с осознанием того, что если им что-то не нравится, надо встать об этом. Ну, вот тут вот тонко. Вот в случае с вашим сайтом надо позвонить на телефон доверия налоговой полиции. Существует телефон доверия, почтовые ящики. И как бы, ну, по поступающим мне письмам от студентов... Что пишут-то? Ну, пишут эти жалобы, не рассматривайте. Ты наш герой, причем у тебя ребенка, нет? Пока так не пишут. Ну, как бы, что... Вот даже сегодня на форуме читал такую ветку, такую тему создали. Обращение к студентам Каргу от... Сейчас я не помню точно от кого. От активистов Каргу. Как бы, они говорят, вот, почему вы пишете все на данном сайте, как бы, выступают против нас. Почему вы не приходите к нам лично разбираться с этой проблемой? Почему вы не пишете в анонимные почтовые ящики? Почему вы не звоните на телефоны доверия? Как бы, по стране существует много телефонов доверить. Тот же телефон доверен органам финансовой полиции. Плюс у каждого универа есть свой почтовый ящик, на котором можно писать письма. Да. Ну, как я знаю, они... Видимо, и им не доверяют. Да, им не доверяют. И как бы, ответы там уже студентов даже прозвучали так. Вы почему свои действия-то напрямую не выполняете, а вот заставляете, наоборот, даже против агитируете этого сайта, вместо того, чтобы вместе работать, ну, как бы, сотрудничать. Вот сейчас к нам поступило также предложение от профсоюза, от независимого профсоюза студентов и молодежи Казахстана. Они готовы, как бы, нас еще пропиарить более. С вами, короче, сейчас вот этим всем молодежным организациям, которые у нас призваны заниматься молодежью, они же, как бы, на одной планете живут, а молодежь, походу, на другой планете. Ну, мне так по ощущениям кажется, самое простое доказательство, это вот Казнет. Ни одной молодежной организации нету в Казнете. Они где? То есть, понимаете, то есть, вот, чё, представители молодежных организаций не стали звездами на YouVision в том же. Извините, там 30-40 тысяч молодежи, хреновую ее ищите там, где попало. Вот она вся. Я домен могу, адрес указать. YouVision.KZ, там, этой молодежи, причем социально активной, то есть, которая каждый день там пишет посты, которая, вон, вообще, что вытворяет. Прикончили всех преподавателей Республики Казахстан. Вообще, кошмар. Я боюсь уже эту молодежь. Да чего вы, а какие творческие планы? Вообще, бля, жесть. Сейчас вообще мы... С чем мы будем бороться в следующем? Какой там сайт в разработке? Кому надо это? Сейчас... Повешаться, пойти лучше заранее. Нам поступило письмо от еще одного человека, который создает сайт, который будет посвящен откатам в госзакупках. Он хочет, как бы, эту отрасль на себя взять. Шиздец. Хочет заручиться нашей поддержкой. А вы как у меня? Ну, как бы я могу их пропиарить, в принципе, неплохо. Ну, уже теперь, да, это надо просто сказать, что это опять будет. Нет. Я как бы не скажу, что это опять я. И снова на гастроли по телеканалу. А что там вообще на телеке-то говорят? Ну, у нас, ладно, передайте пробитое. На телеке как бы? Нам по барабану. Постоянные вопросы те же самые. Как вы будете проверять жалобы? Какие вы планируете методы борьбы вообще? Как вы видите эту борьбу с коррупцией в Казахстане? Плюс... Да, по-моему. Как вы... Шиздец какая эффективная борьба. Как вы видите сотрудничество с органами, правоохранительными органами. Тесное сколько? Да. И с органами официальной власти. Вот в основном такие вот официальные вопросы, которые не выходят за рамки определенные. Вы знаете, что на телевидении есть тоже свои рамки цензуры. С одной стороны, я говорю, двойственная же у вас ситуация. Как вообще ночью там спите хорошо, а все в порядке? Пока сплю хорошо, но все равно как бы немного ощущается такой, такая ответственность, что возможно, ну мне говорят, вот ты порушил жизни некоторых людей, возможно, ну как бы да, многих и ну как бы сам на себе это особо себе не ощущаю, но есть немного оттенок, конечно, но это ничего по сравнению с тем, какую борьбу мы хотим вести именно с такой глобальной проблемой. Вы понимаете, вы всю систему угробите, сложившуюся на сегодняшний день. Но вот тут еще тонкий момент, система это же страшная машина, то есть как бы не перемолола бы она, уже там жернова такие. Ну как бы мы не собираемся переворачивать какую-то систему. Да, кристально честным вообще по жизни. Вы вот сами все ни разу вот это не замазывались? Я сам ни разу не замазывался. Ну вы, вам лет сколько? Мне 20. Ну вам еще вроде некогда. Возможности не было. И что вот вы всю жизнь планируете вот прожить? Ну вы же знаете, вот у нас допустим ни один нормальный ты заказ не возьмешь, если не поделишься. Вы как кушать собираетесь по жизни? Ну я как бы всегда буду сохранять свою точку зрения и всегда собираюсь быть честным перед собой, перед государством. А если девушка ваша вам будет говорить, слышу, вот видели же, про милиционера вот это по ТНТ показывают, гаишник вот этот рожденный революцией, когда его ребенок просит, папа купи мне сапожки, а он ему гипсом это сделал. Ну заместный сапог, гипс ему сделал. Ну как бы мне и говорят. Наша раша, то есть представьте, ваша жена будет ходить там. Вот мне такой вопрос задали, говорят, вот говорит, твой ребенок, допустим, учится в университете, ну сдает там и не может сдать один экзамен, ну тупой, ну что с него взять. Не может сдать, да. И говорит, приходит у тебя, вот папа, дай мне денег, короче, туда-сюда надо развести. Ну я ответил, я ответил, а я что сделаю? Ну я возьму его, ну как бы. А папа им скажет, сынок, ты им скажи, а не хай на сайт зайдут. И там на главной напишет, эй, там я не понял, что там, почему мой ребенок. И вот я говорю, во-первых, я его или отправлю дальше учиться, нормально найму ему репетиторов тех же. Плюс если он совсем тупой, то отправлю просто в тупую работать. Вот такая у меня будет точка. На лопату? Да. Не, ну нормально. Ваш ребенок, что хотите, то и делайте. Хотелось бы сказать, что не все преподаватели против выхода нашего сайта. Вот да, некоторые есть, которые пишут, ну, что хорошую работу вы собираетесь, начинаете как бы, ну, пусть даже если в итоге ваш сайт закроют, там прикроют, засудят, но в итоге уже вы в умах и в сердцах оставите такой след, чтобы у всех, ну, как бы у людей была такая, что они будут знать, что у них есть возможность открыто выразить свое мнение, тоже высказать свою открытую активную гражданскую позицию и выступить против таких вот некоторых фактов. А у нас сегодня какое число у нас? Второе сегодня. Вот, завтра агитация, да, начинается. Да, с завтрашнего дня. То есть, получая, да, не, месячишка, я думаю, не будут закрывать железно. То есть, ну, почему, что, ну, что-то неправильно будет. Куда же демократию девать? Ну, суд. А потом вот по судам ходить. Вы по судам ни разу не ходили? По судам еще ни разу не ходили. Веселый аттракцион. Ну, представьте, вы изо дня в день будете ходить и рассказывать, что вы не верблюд. Что, ребята, я же хотел как лучше. А в суде вы будете иметь дело с конкретной претензией. То есть, когда какой-то человек, некто там, ну, не знаю там, неважно, какая у него фамилия, будет защищать честь свою и достоинство. Они вас порвут. Вообще, мне кажется, как музыканты. Вот как вы могли бы увидеть тексты на сайте, как бы в сером списке текстов и в черном, в частности, в черном списке написано, что, как бы, вина этих преподавателей официально не доказана. Мы не утверждаем, что это правда. Но мы приложили максимум усилий, ну, как бы. Чтобы им стало плохо очень. Ну, типа того, да, за свои идеи один. Плюс еще, ну, как бы, у нас есть отказ от ответственности снизу сайта, ну, такой маленький. Да, это все в суде, понимаете, сайт является масс-медиа. Вы публично заявили, вот, вы лично, потому что раз вы способствовали этому процессу, вы публично заявили, что я, к примеру, взяточный. Я публично против. Я обжалую это в суде. Вы мне должны показать фотоматериал. Помните, вот, как показывают же у нас там, когда кричат, там, агашка, агашка, спасите. Было же такое видео. У меня должны быть полные карманы, полная задница, блин. Этого бабла помеченного, взятка. Меня должны на видео, блин, свинтить, блин. Я должен плакать, умолять о прощении. Я должен во всем сознаться. Не верите? Ну, вот это, как бы, по судам, это уже мой юрист будет там разбираться. Как бы у меня есть свой юрист, который эти правовые стороны изучает. А он же бабла стоит, юрист. Хороший адвокат в месяц где-то тысячу долларов стоит. Вот вы сейчас где-то на десятку бабок прилипли. В принципе, в конечном итоге я готов даже, ну, понести какое-то наказание, если таковое будет. Как бы, готов взять на себя такую ответственность. Ну, как бы... Там годик, это, это, общественных работ. Ну, годик химии. Главное это то, что хотелось бы, чтобы... Тяпку в руки и вперед был. А там публика нифига не интеллигентная. Вот эти химработники-то. Там в жизни, представьте, год вырванный из жизни. Ну, придете вообще звездой. Вот, он отсидел за убеждение. Это вообще тема. Помните же, вот в 19 веке все революционеры, то есть они вообще, если ты там пятерочку, там, в ссылке не откорячился, либо там Ленин, например, вообще все собрание сочинений в тюряге написал. То есть это вообще там лира преред. Ну, видите, в нашей вот фиг его знает. То есть те тогда, видать, там нормальные были. И там книжки давали, возможность писать. А у нас он какую-то тяпку в руки и вперед был. Еще такой вопрос. А вы вообще по жизни чем собираетесь заниматься? Вообще по жизни? Ну, как бы я... Ну так, не конкретно, а вот в общем. В общем? Ушатывать социальные институты? Нет, ну вообще такой у меня идеи не было сильной. Ну так вот. Похоже, формируется на глазах будущее дело вашей жизни. Вообще сам как бы я планировал заняться, заняться, ну вообще сам я айтишник по образованию. Он как бы в около таких кругах кружится. Сейчас собираюсь поступать на заочные второе, высшие. Как бы такие планы есть. В какой институте? То есть, я думаю, вам грант там выдаст, знаете, такой еще... За общественные. Да, еще будут заходить, спросить. У тебя нормально все? Ты это, там... Спроси, если что, да? Ты, если что хочешь, ты нам только скажи. Там вот у нас в столовой булочки вкусные завезли. Ты, пожалуйста, вот тебе квота на бесплатное пользование булочками. Эй, не смотри на него, Каеван. Ты что, уйди! Уйди от него! Шиздец мы почву для учебы подготовили. Пускай зрители сами разбираются, как они к этому относятся. Я лишь не пытался какое-то свое мнение сегодня выразить. Я не готов, допустим, сегодня сказать, как бы я поступил на вашем месте. Но вам желаю удачи. Судя по всему, она вам понадобится. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...